Одним из наказов избирателей депутатом нового созыва в сентябре 2020 года было зеленое ограждение детской площадки по проспекту Юбилейный. Народные избранники очень быстро приступили к выполнению обещаний. Поселок Ленево компактный и комфортный для проживания. Несмотря на большую численность населения, все друг друга знают, если не по имени, то в лицо. Денисова Нина Владимировна на протяжении вот уже трех депутатских созывов заслуженно пользуется доверием, уважением и авторитетом среди своих избирателей. Прислушиваясь к пожеланиям жителей, накануне предвыборной кампании депутаты формировали наказы избирателей. Один из них касался озеленения. Проблем на самом деле насущных много. Все они волнуют не только жителей, но и меня, конечно, как депутата. Я очень благодарна за то, что мне оказали уже в третий раз доверие жители нашего поселка. Работаем, работаем со старшими по подъездам, со старшими по домам, с управляющими компаниями. Ну, я надеюсь, что все получится. Сегодня прекрасный, благодатный день. Вот, и мы сейчас займемся посадкой. Я думаю, что мы поработаем с питомником еще не один раз, потому что хотелось бы... Вот сегодня привезут нам, обещали, сирень, рябину, ну, хотелось бы еще елочки. Я надеюсь, что постепенно площадка будет облагорожена. Здесь будет очень красиво и комфортно и малышам, и мамам, и людям старшего поколения, которые проводят здесь свое свободное время. Очень отрадно, что наши жители очень активны, с активной жизненной позиции, откликаются. Нам сегодня с питомника сюда, на детскую площадку, должны привезти деревья. Дело в том, что по этому адресу располагается большая детская площадка, которую примыкают дома 60 и 60, дробь 1, но она не защищена никоим образом от трассы. И мы понимаем, что здесь, конечно же, не хватает зеленых насаждений. Хотелось бы сделать вот эту живую изгородь зеленую. Заручившись поддержкой коллег-депутатов, Нина Владимировна оформила заявку на саженцы, которую удалось очень оперативно реализовать. Саженцы были закуплены от экологической партии «Зеленые». Это подарок от этой партии жителям. И сейчас в дальнейшем партия «Зеленых» и вместе со своими, так сказать, волонтерами «Зеленая дружина» планируют и в дальнейшем озеленять поселок. Привезли несколько саженцев, решили посадить декоративные кустарники. Пока так. В перспективе планируются дальнейшие работы. «Облагородить, конечно, постараемся. Все дворы. Ну, по возможности. Конечно, не в один год. Потому что все равно это все затратно. Как бы никто на это отдельно денег не выделяет. Поэтому мы своими силами, так скажем, своей «Зеленой партией» все это как можем. На свои средства? Да, на свои средства. «Сегодня мы облагораживаем два двора. То есть это юбилейные три Мира-60 детская площадка и двор БВВ-19. Там мы тоже посадим также три саженца на первоначальной основе, а потом также будем продолжать». Уже имеющиеся на участке саженцы на этот раз дополнились тремя декоративными – рябина, сирень венгерская и рябинолисник – гармонично вписались в ландшафт. Долго и сообща принимали решение, в каком порядке их расположить. Дружно взявшись за инструменты, в сформированные лунки поместили хорошо укорененные растения. С учетом высоких температур и длительной жары обильно полили водой и вновь высаженные саженцы, и молодые деревца по соседству. «Мы всегда традиционно пятницы, субботы проводим, либо убираясь, либо сажая деревья. Это наша добрая традиция, потому как работа работает, но озеленять и делать и мир, и линёва лучше – это наша обязанность. Мы очень рады сегодня здесь вместе с нашими единомышленниками делать хорошее, доброе дело. Именно из таких, пусть небольших, поступков создается очень что-то великое и доброе. Планы, они как были, так и остаются серьезными. Надеемся, что не только такими поступками, но и какими-то системными подходами в решении проблем экологических, в том числе нашего линёва и вообще Новосибирской области, нам удастся сделать жизнь наших земляков лучше». С благодарностью приняв дар, местные жители обещали беречь растения и заботиться о них. Теперь остается ждать, когда деревца своей пышной кроной будут создавать тенёк. «Мы очень хотели, чтобы у нас на детской площадке возле нашего дома были зелёные насаждения, чтобы был тенёк, чтобы был свежий воздух, чтобы была защита от дороги для детей. Поэтому нам просто необходимы зелёные насаждения. И мы обратились к Нине Владимировне, нашему депутату, с таким наказом. Мы рады, что этот наказ выполнен, да, и что сегодня у нас будут посажены деревья. То есть это, во-первых, очень приятно, что мы их сами посадим, да, вот, что наш депутат с нами. И наши детки будут рады и довольны». Местные детвора, которые будут расти вместе с деревцами и кустарниками, наверняка запомнят этот день. А спустя годы будут отмечать, как окрепли и разрослись саженцы, какими большими стали деревья. «Я люблю свой пыль. Спасибо вам за деревья». В планах у депутата посадить вдоль этого участка ёлочки и установить над песочницами грибки. «Я надеюсь, что все следующие наказы мы также будем постепенно исполнять, потому что мы все прекрасно понимаем, что для каких-то необходимы финансовые средства вложения, люди, которые могут порешать проблемы. Мы только начали работать, поэтому при активном участии наших граждан, они у нас, поверьте, очень отзывчивые, активные, мы все эти наказы потихонечку будем исполнять».